Хотелось бы сделать небольшое обращение по поводу всей той шумихи, которая поднялась насчет строительства мечети. Давайте посмотрим основные аргументы, которые они называют, почему же там не должна строиться мечеть. Изменит облик района, невозвратные изменения. То есть, во-первых, огромное количество приезжих, криминальная обстановка, социальная напряженность. Культуральные различия приезжие. У нас все равно, я опасаюсь, что конфликтно здесь будет жить. Что мигранты мало хорошего, скажем так, мягко с собой несут. Это всем известно. И мы уже слышим от других наших знакомых других районов, где становится именно много мигрантов из Средней Азии, насколько возросла преступность. И они просто боятся своих детей одних отпускать их. Какие мигранты жестокие, убивают детей, похищают детей только и ищут русских детей. Но, наверное, забыли, как совсем недавно на этом месте был обнаружен мальчик, раздетый до трусов в позе лотоса. Мертвый мальчик, да. Наверное, это сделали мигранты. Приехали и такие жестокие люди. Русские этого не могут сделать, конечно же. Неподалеку от озера, которое называют Святым, нашли тело подростка. Есть несколько странностей, на которые многие обращают внимание. Во-первых, подросток был раздет до трусов. Во-вторых, тело его кто-то закрепил в такой неестественной позе лотоса. Следующий аргумент. Почему же нельзя там строить мечеть? Почему? Мы будем слышать не русский язык, а восточный язык. Надо создать петицию на имя президента Российской Федерации, чтобы во всем мире не осталось ни одного языка, кроме русского. И чтобы, если куда-то ехал турист, чтобы с ним разговаривать исключительно на русском языке. Ну а теперь давайте посмотрим, как же чтут святость этих мест сами христиане, в каком виде они там появляются. В принципе, ничего удивительного нет. Как вы догадались, христиане любят в своих же святых местах находиться голыми, именно поэтому включена цензура. Следующий аргумент мы слышим от такого гладковыбритого, женоподобного мужчины, статного такого подтянутого путинской армии. Что там целые орды мигрантов будут, орды мигрантов, которые будут там гадить. Вот пройдут толпой, специально поедут туда, чтобы гадить, вот нагадить этой святой земле. Ну и местных жителей, конечно, понять можно, не то что можно, а нужно, необходимо, потому что какие орды диких мигрантов. А эта орда, русская рать, рядом со святыми местами христиан, снова находятся полуголые. Диких мигрантов, которые будут там, прости господи, гадить в округе. Давайте все-таки посмотрим, вот до мигрантов, до мигрантов, насколько там все чисто, чтобы потом, когда там появится мусор, чтобы сказали, вот это мигранты были. Территория планируемой стоянки. Я машину, вот мусор. Хотелось бы, чтобы этот мусор не закопали, а почву рекультивировали. И в заключение давайте послушаем еще одного персонажа. Сразу говорю, что творится у него в голове, я не знаю, я не понимаю, что у него в голове происходит. Вот. Видно сразу нацизм, да, там это там русские, да, там у него. А это азербайджанец, русский, азербайджанец. Но что будет дальше, я говорю, пожалуйста, уберите от экранов детей беременных женщин. Значит, по данным наших коллег, русских людей, действительно собираются строить мечеть. Участок принадлежит одному азербайджанцу, который, как нам сообщили, намерен там построить, ну, не такую огромную мечеть на 60 тысяч человек, но мечеть. Если учесть, что это азербайджанец, мы понимаем, что азербайджан и Турция очень тесно связаны, да, Турция с Британией. Можно провести параллели, что кому-то очень нужно, чтобы на территории России, а именно в сердце России, в Москве, начались какие-то волнения, начались столкновения. Кому-то очень хочется обозлить людей, настроить против власти. Этот кто-то делает это умышленно. Этот кто-то сидит в машине, этот кто-то записывает видео. Не думаешь ли ты, человек, что именно такими высказываниями, такими действиями, таким отношением, позицией, поведением, именно ты являешься провокатором? И можем выйти сюда, выйти на крестный ход и ходить вокруг этого места. А можете просто замолчать и смириться с тем, что ваша религия давным-давно изжила себя, что ваши храмы пустуют, что представители вашей религии не знают ее. Вы сами не знаете свою же религию, вы не соблюдаете свое же писание. Ваше писание, оно модернизировано временем. Его изменило время. Наше писание неизменно. И не наша вина, что мы настолько сильны в своей религии, что так ее соблюдаем. Это наша заслуга. Но ваша вина, что вы забыли свою собственную религию и совершаете языческие обряды непонятные. Ваши женщины полуголые могут быть с полуголыми мужчинами в ваших же святых местах, распивать непонятные напитки. И если это христианство, то мне вас очень жаль.